Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана. В одном из своих предыдущих видео я вам показывала и рассказывала, как готовить виноматериалы для того, чтобы в дальнейшем сделать шампанские вина, и рассказывала про термическую обработку винограда перед брожением. Я обмакивала грозди в кипяток. Сегодня я вам покажу результаты этого брожения, покажу сам процесс. Я по дням снимала, как все это происходило. Кратко результаты, то есть брожение более быстрое, более стабильное, при том, что температура была довольно низкая. То есть сам по себе результат мне очень понравился. Все это покажу в процессе. И что касательно шампанских виноматериалов. То есть когда у нас сусло выбродило, мы все делаем стандартно. Начало я вам рассказывала, там определенный уровень сахара. Дальше у нас сусло выбраживает. Мы снимаем с осадка. Минимум 30 дней мы даем отдыха. Это минимум. А так эти виноматериалы у нас могут еще и выдерживаться. Там год, полгода, два года, три года. В зависимости от того, какой виноград. В зависимости от того, что мы хотим получить в итоге. Я посмотрю, значит, у меня брожение уже закончилось. Минимум месяц я подержу. Дальше при удачном стечении обстоятельств я уже буду все это делать и вам показывать. Ну а вы можете подождать, дождаться моего конечного результата. Вашим материалом. Почему я специально это делила на части? Потому что изначально мы помним, сахар должен был быть не 21, а на уровне 17-19. Поэтому я это рассказывала именно в тот сезон, когда мы могли собрать виноград при таком уровне сахара. Все, теперь сусло может, точнее уже виноматериал, стоять и ждать столько, сколько угодно. Поэтому вы можете дождаться полностью, когда я все сделаю, посмотреть на мой результат и уже дальше его, например, повторить, либо научиться на моих ошибках. Ну а сейчас мы смотрим результаты брожения. Термообработанное сусло. Я макала ягоды в кипяток. После этого уже их дробила, ставила на брожение и добавляла закваску, сделанную из того же винограда. Значит, я поставила вот это в понедельник вечером. Во вторник утром уже были следы явно борного брожения. В литературе встречаются данные, что термообработанное сусло способно к спонтанному забраживанию. Я решила это проверить. Маленькую часть сусла вот отделила в стаканчик и просто, видите, прикрыла обычной крышечкой. Здесь брожение началось вчера вечером. То есть, сегодня у нас четверг, получается, в понедельник вечер мы все поставили. Вторник, среда, на третий день у нас началось брожение. Спонтанное, без внесения чего-либо. При этом я, когда ставила все на брожение, я говорила, что все оставляю на веранде. Здесь температура приблизительно 16-18 градусов. На улице сейчас прохладно. Сильных скачков нету, потому что здесь отопления нет. Это сусло забродило, ну, будем считать, что на третий день. То есть, первый день мы тоже считаем. Если его считать, то на третий день, в среду вечером. При вот такой достаточно низкой температуре, напомню, сусла термообработаны. Приблизительно с такой же скоростью забраживают те сусла, которые мы вообще ничем не обрабатываем. И вот прошлые годы, то, что я ставила там при температуре 22-24, забраживают приблизительно тоже на... Ну, редко на второй, как правило, на третий день. И какие выводы из этого можно сделать? Полной стерильности не бывает, это раз. А второе, смотрите, термообработанное сусло. Казалось бы, мы много чего там убили температурой, однако оно забраживает с такой же скоростью, как и обычное. То есть, на самом деле, оно должно бродить гораздо лучше, чем сусла, которые не обрабатывались. С момента снятия с мизги прошло два дня. Температура брожения где-то 15 градусов. Видите, у меня есть такая чудная наклейка термометр. Но покупала на Алиэкспрессе, штука очень удобная. И брожение при такой температуре идет довольно активно. Так, 17 число, температура брожения порядка 16 градусов. И особых замедлений в брожении пока не наблюдается. Может быть, чуть-чуть реже булькает затвор, но я бы не сказала, что очень значительно. При этом на камере, конечно, меньше видно, она цвет по-другому и передает. Но даже через коричневую банку мне заметно, что сусло довольно светлое. Прошло 13 дней. Брожение замедляется. Однако оно еще идет. Практически нет уже пены. Затвор в нужном положении. И обращаем внимание на температуру. Порядка 11 градусов. Никогда у меня еще брожение не было таким стабильным. Как правило, при перепадах температуры, с тепла, в холод, брожение останавливалось полностью. Но в данном случае ничего не останавливается. Температура вот какая. При том, что вчера было градусов 18 здесь. Был теплый день. Однако процесс идет. И, судя по всему, уже подходит к концу, но по срокам. При этом, как раз таки сейчас хорошо видно солнышко, несмотря на темную посуду, что сусло не окислилось. То есть наша термообработка принесла свои результаты. 4 октября прошел почти месяц. Брожение практически остановилось. На самом деле, там уже видно идет яблачно-молочное брожение. Я не буду ему мешать. Пусть оно себе идет. Значит, почему я думаю, что уже идет яблачно-молочное брожение. Ариометр показывает сахара 0. То есть он весь выбродил. Рефрактометр показывает 4. Бывают такие ситуации. Это нормальный рефрактометр. Может показывать несбраживаемые сахара. И это абсолютно нормально. Если есть два прибора. Один показывает 0, второй 4. Значит, все хорошо. Все у нас выбродило до конца. Ну, напомню, сусло я сейчас... Ну, напомню, почти уже готовое вино. Я сейчас ставлю отстаиваться в прохладное место. Потом посмотрю, если надо будет. То, может быть, я его осветлю. Ну, минимум 30 дней, пока я ему даю покоя. Потом смотрю, что с ним происходит. Ну, и потом уже дальше рассказываю все действия. Ну, а вы можете подождать моих результатов. И уже потом решить, что делать с вашими виноматериалами. На этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. В комментариях пишите свои мнения. И задавайте вопросы. Под видео нажав кнопку еще. Ссылка на каталог наших сортов с наградами и контактами. До новых встреч!